И вторая группа, которая противоречит при вершине Сунны в вопросе разговора Всевышнего Аллаха, это Аш'ариты. Можете себя записать. То, что Аш'ариты это люди, которые приписываются к Абуль Хасану. Аш'ариты это люди, которые приписываются к человеку, который зовут Абуль Хасан, Али Ибн Исмаил Аш'ари. Абуль Хасан, Али Ибн Исмаил Аш'ари. Почему мы говорим, когда мы говорим про Джахмитов, мы говорим, это последователи Джахма ибн Сафуана. А когда говорим про Аш'аритов, не говорим, что это последователи Аль Исмаил Аш'ари, а говорим, это люди, которые приписываются к Аш'ари. Почему? Потому что Абуль Хасан Аш'ари покаялся в конце жизни и отошел от этого Мазгаба. У себя запишите то, что сначала, то есть, во-первых, он Аль-Басри, так он родом из Басри, то есть из Ирака. Во-первых, в начале Абуль Хасан Аш'ари был Муатазилитом, затем вернулся, покаялся от этого Мазгаба, но перешел в Мазгаб какой? Не в Мазгаб Али Сунна, а в Мазгаб Кул'ябитов. То есть, менее заблуждающийся Мазгаб, чем Муатазилиты. То есть, Муатазилиты более заблудшие, Кул'ябиты менее заблудшие. Однако, все они являются нововведенцами, не имеющими отношения к Сунни. Так вот, Абуль Хасан Аш'ари сначала был Муатазилитом, затем покаялся, перешел в Мазгаб Кул'ябитов. И перейдя в Мазгаб Кул'ябитов, писал хорошее опровержение Муатазилитом. Так, и раскрывал ложность их Мазгаба и все, что из этого следует. Почему так делал? Потому что он сам был из них и знает хорошо, так, то есть, хорошо знал, в чем заключался Мазгаб Муатазилитов. Затем, после этого, в конце жизни, он вернулся из Мазгаба Кул'ябитов, тоже покаялся от этого, и перешел в Мазгаб Азли Сунни Ваджимаа, то есть, на что Мазгаб приверенцев Сунни и единой общины. И на этом умер, то есть, умер на Сунни. Абуль Хасан Аш'ари умер на Сунни, хоть некоторые говорят, что у него остались некоторые отклонения, другие говорят, что у него отклонения не осталось, и считается, что он один из имамов Сунни. Понятно или нет? Так вот, что касается Аш'аритов, относительно атрибутов Всевышнего Аллаха, они разделяются сами на две части. То есть, Аш'ариты бывают двух видов, относительно атрибутов Всевышнего Аллаха. Некоторые говорят, что мы делаем тафуит, то есть, вообще не знаем, что имеется в виду под этими словами, и мы делаем тафуит, то есть, не знаем, что под этими словами имеется в виду, и этот смысл знает только Аллах. То есть, для нас, ядуллах, очгуллах, сакуллах, все это одно и то же, не имеющие никакого смысла. То есть, смысл он имеет, но мы не знаем, что это за смысл. Мы не знаем, что такое сак в арабском языке, голень, то есть, мы не знаем, что такое лик, Мы не знаем, что такое рука и так далее. Все, говорит, это перед нами одно и то же. То есть слова, состоящие из определенных букв, смысл которых не знает кроме Аллаха никто. Это и есть что? Тафуид. То есть мозгад муфауида, мозгад нововведенцев. И вторая группа ашаритов. Их отношение относительно атрибутов Аллаха, то, что они делают тауиль, делают тахриф. То есть искажают атрибуты от их истинного значения. От их истинного значения. Ясно или нет? То есть ашариты относительно атрибутов Всевышнего Аллаха сами разделились на две группы. Первая группа говорит, что смысл мы не знаем, и делают тафуид. Вторая группа говорит, смысл мы понимаем, смысл мы знаем. Но в этих словах Аллаха или его посланника не имеют ввиду прямой смысл, а имеют ввиду другой такой-то, такой-то смысл. То есть делают что? Искажение смыслов. Это что касается ашаритов. Говорит шейх ибнусаймин, говорят ашариты каляму Аллаху ма'на каиму бина сихи. Слова Всевышнего Аллаха это какой-то смысл. То есть какая-то масса каиму бина сихи, которая что? Масса не в смысле масса, которую можно потрогать. Они говорят, что масса, то есть какой-то смысл каиму бина сихи, который способен существовать сам по себе. То есть слова Всевышнего Аллаха это какой-то смысл, точнее не то, что он способен. Каиму бина сихи имеется ввиду Всевышний Аллах обладает этим смыслом. То есть Всевышний Аллах знает этот смысл. Говорит ла я таалнаку бимаши атихи. И этот смысл, то есть эти слова Всевышнего Аллаха никак не связаны с его желаниями. Никак не связаны с его желаниями. И тоже говорят, что эти буквы и звуки, которые мы слышим, или которые возможно услышать, махлюка, сотворены. То есть это не слова Аллаха, которые являются его атрибутом, которые не сотворены. А имеется ввиду, что они говорят, да, это атрибут, но это какой-то общий смысл, которым Всевышний владеет. И если хочет выразить этот смысл, то что делает? Создает буквы и звуки. И потом дает услышать их своим творением. Говорит И это нужно для того, чтобы высказать тот смысл, который находится у Аллаха. То есть у Аллаха есть определенный смысл, то есть определенная масса, которую Всевышний хочет высказать. И для того, чтобы его высказать, Всевышний не разговаривает. А что делает? Он создает звуки и буквы, и затем слышит его творение. И говорит, эти слова мы опровергнем относительно их в следующем. Первое, халяву Адилла. Во-первых, это противоречит единогласному мнению праведных предков. То есть никто такого талфыля не делал. Все говорили, так или нет, слова Аллаха не сотворены. Или просто говорили слова Аллаха. А когда любой араб, нормальный, красноречивый араб, говорит слова, слова того-то, слова этого, слова Аллаха, допустим. Что имеется в виду под словами? То есть произнесение слов. То есть разговор, который состоит из букв и звуков. Понятно ли нет? То есть словами в арабском языке не называются какие-то творения, так или нет, которые создаются для того, чтобы выразить твои мысли. Разговор это что такое? Это процесс произношения слов, который состоит из букв и звуков. И раз подвижники не отходили от этого и не прибавляли к этому ничего, и не делали каких-то дополнительных разъяснений и пояснений, соответственно, они были единогласны на том, что слова Всевышнего Аллаха это буквы и звуки, и это атрибут Всевышнего Аллаха, который не сотворен. Понятно ли нет? И Всевышний разговаривает действительным, настоящим, истинным разговором, а не просто в переносном смысле. Исходя из этого, а шариты в этом вопросе противоречат единогласному мнению праведных предшественников. Говорит, во-вторых, хиляфу ладилля. Это противоречит доводам. Ля на тадулла аля анна каляма Аллах юсма. Говорит, потому что доводы указывают нам на то, что слова Всевышнего Аллаха можно услышать. Валя юсма илля ссоут. А услышать можно только голос или звук. Ля юсма аль маана алкаим бин нас. И невозможно услышать какой-то смысл, которым владеет Аллах. То есть, что хочет сказать шейх ибн Насаймин? То, что Всевышний Аллах говорит, что услышать можно его слова. Так или нет? Услышать можно его слова. Если мы возьмем Мазгаб Ашаритов, что что такое слова Аллаха? Это смысл, который находится у Аллаха. То можно сказать, что их невозможно было бы услышать. Так или нет? Пока их не произнесешь. То есть, просто смысл. То есть, допустим, если ты что-то воображаешь в голове или что-то хочешь высказать, но еще не высказал. Так или нет? Это же не называется словами. Их невозможно услышать. А Всевышний говорит, что его слова возможно услышать. Исходя из этого, значит, что слова Всевышнего, это не просто какая-то масса смысловая. Так или нет? Которые Всевышний Аллах не высказал, а просто знает о ней. Потому что, если бы было так, мы не могли бы услышать его слова. Ясно или нет? Почему так? Потому что Всевышний не говорит, можно услышать то творение, которое я создал, для того, чтобы высказать свои слова. А говорит, что? Можно услышать мои слова, говорит, а не просто высказать творение, которое я создал. Так или нет? А исходя из слов ашаритов, слова Аллаха это всего лишь смысл какой-то. А смысл невозможно услышать. Значит, неправильными являются слова, что можно услышать слова Аллаха. Так или нет? Так. И это противоречит обычаю людей, которые понимают, что такое калям, что такое слова. Потому что этот разговор или слова, которые понимаются людьми, то есть то, что понимают люди под словами и под разговором, это то, что высказывает говорящий, а не то, что он хранит себе. Так или нет? То есть если ты передо мной сидишь и молчишь, хочешь высказать какое-то предложение, так или нет, но его не высказываешь языком, не высказываешь его звуками или буквами, а просто сидишь и молчишь и держишь это предложение себе. То есть кто-нибудь может про тебя сказать, что ты высказался, или ты что-то сказал, или ты поговорил? Никто не может сказать, так или нет? То есть то, что ты в голове у себя держишь и не высказываешь, не называется разговором. Поэтому, говорит, все люди знают, что такое разговор. Разговор это высказанные слова, состоящие из букв и звуков. Ясно? А просто какой-то смысл, который ты, допустим, держишь у себя в голове и его еще не высказал, не называется это разговором. Правильно? То есть это называется чем? Это называется мыслью и не называется разговором. Получается, Аллах создал создание, это общая масса, да? Разговоры, да? Не, не, они говорят, то есть масса говорят, это не создано, то есть слова Аллаха, которые внутри Аллаха, как они говорят, так не говорят они внутри Аллаха, которые говорят, что Аллах владеет ими, Аллах этими словами владеет, они не говорят, что они созданы, но говорят они, это единая масса. То есть, допустим, мы говорим, что слова Аллах это не единая масса, то есть Всевышний Аллах говорит разговором, часть этих слов это приказы, что-то из этого запреты, что-то из этого сообщения, так или нет, о прошлых народах или о том, что будет в будущем. А вот Шарита это все единая масса, не отличается друг от друга. Понятно? И они не говорят, что эта масса сотворена, но говорят дальше, чтобы высказать это, Всевышний Аллах не высказывает, не разговаривает словами, точнее, что буквами и звуками, а просто создает какое-то творение, в которое вкладывает этот смысл, и у него есть звуки и буквы. Точнее, это что? Это творение является звуками и буквами, которые возможно уже услышать. Понятно или нет? Почему они все это придумывают? То есть для чего эта вся, как называется, накладная идеология нужна, то есть лишняя? Потому что если они скажут, что Всевышний разговаривает, значит, говорит, он подобен творению. Значит, он подобен творению. Поэтому мы говорим, что он сам говорит, не разговаривает, а что делает, а просто создает звуки и буквы, которые уже затем возможно услышать. Это вот основа заблуждения вот этих джагмитов, ашаритов и так далее. То, что они предают Аллаху, кого? Уподавляя Всевышнего Аллаха, его атрибуты атрибутом творения. Если бы они этого уподавления не делали, тогда им не пришлось бы, что вот эти вот дополнительные идеологии выдумывать, которые не основываются на Куране и Сунне. Дальше говорит, и довод на то, что слова Всевышнего Аллаха состоят из букв, это его слова, И тут воззвал, О, Муса, поясни, я твой Господь. Что говорит это такое? И не она, Роббук, поясни, я твой Господь. Это, говорит, слова. А слова состоят из чего? Из букв. А эти слова есть что? И есть слова Аллаха. Исходя из этого, слова Аллаха, С.С., состоят из букв. А довод на то, что слова Всевышнего Аллаха произносятся звуком или голосом. Слова Всевышнего Аллаха. Мы воззвали к Мусе, алейхиссалам, с правой стороны горы. И приблизили его к себе тихим голосом. То есть подозвали его к себе тихим голосом. Сначала Всевышний говорит, надо и нау, то есть мы воззвали к нему. Не да, это что? Громкое взывание, так или нет. Затем еще приблизили его к себе уже надзия. Надзия это что? Аннаджо или мунаджа, это уже призыв тихим голосом. Говорит он, не да, ульмунаджа, лята куну илля бисоут. И взывание, а также призывание, так или беседа, не может быть кроме как звуком. То есть как Всевышний Аллах спонталя, точнее не то, что как. Мы же не можем сказать то, что Муса, алейсалям, Всевышний Аллах его возвал и потом подозвал поближе. И все это без звука, так что Муса, алейсалям, этого не слышал. Так или нет? Говорит ворова Абдулла ибн Унес, анинаби, саллассам, анау, кал. И передается в хадисе от Абдулла ибн Унеса о том, что пророк, саллассам, сказал. Всевышний Аллах воскресит свои творения, то есть судный день, и воззовет их, или воззовет к ним своим голосом. Так что этот голос будет слышен тем, кто далеко, так же хорошо, как тем, кто близко. То есть так же хорошо будет слышен, как слышен тем, которые близко. И скажет Аналь-Малик Анат-Дайян, я царь, я воздающий, то есть либо за благое, либо за дурное. Это сообщение привел имам из Бухари в каком виде? В виде Таалих, то есть в подвешенном состоянии. Что такое тамрит? То есть сказал, передается от Абдулла ибн Унеса. Это называется сихат от Тамрит, как бы больная передача. То есть указание на то, что это хадис слабый. Ясно или нет? То есть если говорят, например, рассказал Абдулла ибн Унес, это называется сихат джазн, то есть утверждение, что Абдулла ибн Унес рассказал. А есть тамрит. Тамрит это как бы что? Указание на болезнь, слово марат. Указание на болезнь, когда говорят, рассказывается от Абдулла ибн Унеса, что он сказал. То есть слово рассказал и слово рассказывается. Две вещи, так или нет? И у тебя отметит то, что это сообщение имам из Бухари в одном месте привел в форме тамрит, То есть в форме рассказывается от Абдуллаевна Унейса, а во втором месте, то есть два раза привел имам Аль-Бухари в своем сборнике этот хадис, во втором месте он привел его тоже в подверженном состоянии, но уже в виде утвержденного, то есть рассказал Абдуллаевна Унейса. И здесь, как для Файда, то что если имам Аль-Бухари говорит в форме рассказывается и тому подобное, то чаще всего это сообщение бывает слабым, не всегда, но чаще всего. И если он приводит это в форме утверждения, то есть рассказал Абдуллаевна Унейса, то это не указывает на то, что этот хадис достоверный. То есть бывает так, что он слабый, бывает так, что он достоверный и так далее. Почему мы говорим, неужели мы говорим, что у сборника Бухари слабые хадисы? Слабых хадисов у сборника имама Аль-Бухари нет, так или нет? Но то, что имам Аль-Бухари привел в виде муаллах, то есть в подверженном состоянии, не относится к условиям имама Аль-Бухари. То есть привел он их, не основываясь на это, а всего лишь для упоминания какой-то пользы. Поэтому это в основе своей не относится к Аль-Бухари, то есть не говорится, что это из основы сборника Сахига Аль-Бухари. Так вот, этот хадис является слабым. Этот хадис является слабым, мы уже упоминали. Так говорили, что у него три цепочки. В первой кто? Абдулла ибн Мухаммад ибн Ак-Иль, слабый. Во второй Сулейман ибн Салих, кто такой? Неизвестный. Загаде про него сказал Алла-Йорас. И в третьем иснаде кто? Казяр, то есть лжец. И этот хадис является слабым. Для чего Шейхусаймин его здесь привел? Для того, чтобы утвердить атрибут, звук. Атрибут звук Всевышнему Аллаху, субхану ва-та'алла. Каля фель-сад сказал ибн Хаджар саффаль-бари, И этот хадис также вывел автор, то есть кто имам Бухари, в своей книге о ладабе муфрат. А также имам Ахмад, а также Абу-Я'ля, оба в своих муснадах. То есть имам Ахмад и Абу-Я'ля. И после этого ибн Хаджар упомянул у этого хадиса две другие цепочки. И мы сказали, действительно, у этого хадиса три цепочки. И не годятся они для того, чтобы поднять этот хадис до уровня годного в довод. Дальше. И слова Всевышнего Аллаха древнего вида и обновляющейся единицы. То есть вид его древний, а единицы его обновляются. Имеется в виду, что Всевышний Аллах всегда был способен разговаривать, но каждые его отдельные слова, которые он произносит, как, например, с которыми он стал Мусе, или пророку, или кому-то другому, эти слова являются единицами обновляющимися. То есть новые слова, которых не было прежде. Говорит, что значит древний вид. То есть Всевышний Аллах всегда был и никогда не прекращал быть способным разговаривать. То есть слова Всевышнего Аллаха не появились после того, как их не было. То есть они были всегда. А что значит его единицы обновляются? То, что единицы его слов, то есть отдельные его слова. То есть слова конкретные какие-то так, то есть какие-то конкретные слова Всевышнего. Потому что эти слова связаны с желанием Всевышнего Аллаха. То есть Всевышний Аллах, когда захочет, их произносит. Соответственно, они произнесены заново. Это происходит, когда он захочет. Разговаривает с кем захочет, или чем захочет. И как захочет. Понятно или нет? Говорит Таалик на Алякаляму Альмуаллиси и Фаслил Калям. И некоторые разъяснения слов автора, то есть Имама Ибн Кудаму Альмакдиси, которые он привел в разделе о разговоре Всевышнего Аллаха. Что касается слов Имама Ибн Кудамы, Мутакаллимун Бикалямин Кадим. Всевышний Аллах разговаривает древними словами. Яния Кадимунну Хадис Аль Ахад. Эти слова нужно понимать как древний вид обновляющейся единицы. Не подходит никакой смысл, кроме этого смысла, соответствующего Мазхабу Альмакдисуну Аль-Джамаа. Так или нет? А внешний смысл слов Имама Ибн Кудамы указывает на то, что слова Всевышнего Аллаха древние. Будь то основа его слов, и будь то что отдельные его слова. И это является чем? И это является Мазхабом Ашаритов. Мазхабом Ашаритов. Потому что они говорят, что слова Всевышнего Аллаха это единая масса. То есть, которая всегда была у Аллаха Всевышнего, и никогда она не появилась. Так или нет? Исходя из этого, они говорят, что его слова древние, и отдельные его слова тоже древние. Так как все это возвращается к этому смыслу. Так или нет? Смысл. Поэтому слова Имама Ибн Кудама Аль-Макдиси, их внешний смысл является ошибочным. Является ошибочным и совпадает с Мазхабом Ашаритов. И правильный Мазхаб Ахли Суну Аль-Джамаа в том, что слова Всевышнего Аллаха, основа то, что Всевышний Аллах способен разговаривать изначально, извечно, а отдельные его слова обновляются в зависимости от ситуации. Говорит, Слова Ибн Кудама Аль-Макдиси, то, что слова Всевышнего Аллаха, слышал Муса Алей-Салям, без чего? Без посредников. И каулии Тааля, довод на это слова Аллаха, Я избрал тебя, слушай же то, что тебе открывается в откровении. То есть, это слова, понятно, что они произошли от кого? От Всевышнего Аллаха. Потому что Всевышний говорит, Я избрал тебя. Я избрал тебя. То есть, такие слова не говорит кто-либо из творений, а говорит только Всевышний Аллах. А также слова Ибн Кудама Аль-Макдиси, что Джибриль, Алей-Салям, слышал слова Аллаха, Ли Каулии Тааля, довод на это, Куль Наззалюху Руха Аль-Кудус Минрабдыка. Скажи, этот Кур'ан не спослал его, или пришел к ним Святой Дух Минрабдык, от твоего Господа. Что значит, от твоего Господа? То есть, услышал от Аллаха Саляма Тааля эти слова, так, заучил их, и затем пришел к Мухаммаду Алей-Саляму и передал эти слова Мухаммаду Салаллаху Алей-Саляму. Что касается слов Имама Ибн Кудама Аль-Макдиси, то, что он сказал, а также слышал слова Аллаха, все, кому позволит это Всевышний Аллах, из его ангелов, из его посланников, то довод на это такой. Что касается ангелов, то это слова Пророка Салаллаху Алей-Саляму. Когда Всевышний Аллах решит какое-то дело, то несущие его трон ангелы делают тазбих, то есть говорят, что, субханаллах, сумныю саббиху ахли сана аль-Лазина ялюнахум. Затем делают тазбих жителей небес, то есть ангелы, того неба, которое ниже этого неба. Так или нет? Хатты яблюгут тазбих ахли сана аль-Дуния. Так, пока тазбих, то есть слова, субханаллах, не дойдут до нижнего неба, или до жителей нижнего неба, до жителей первого неба, то есть ангелов. Фаякулю лазина ялюна хамалат аль-Арш вихамалат аль-Арш. И те, которые находятся под ангелами, несущими трон, спрашивают у ангелов, которые несут трон. Маза каларубукум, что сказал ваш Господь. Фаюхбирунахум. И несущие трон сообщают тем, которые ниже их, что сказал Всевышний Аллах. Исходя из этого, что получается? Что эти, которые несут трон, ангелы, слышат слова Всевышнего Аллаха, понимают, что под ним имеется в виду, а затем передают их смысл, или эти слова кому? Тем ангелам, которые ниже. Этот хадис приводит имам Муслим. А вот говорит, ан-хадис ралаху Муслим. Хадис приводит имам Муслим нам. А что касается посланников, то есть слова им на куда мы какие, что слова Всевышнего могут услышать также ангелы или посланники, которым позволит Всевышний Аллах, и шейху Сурииму привел довод на ангелов, теперь приводит довод на посланников. И что касается посланников, то достоверно установлено, что Всевышний Аллах разговаривал с пророком Мухаммадом, саляму, в ночь вознесений. И этот хадис приходит у имама Бухари и у имама Муслима. И также с кем еще из пророков разговаривал Всевышний Аллах? С Адамом алейхи салям, и с Муса алейхи салям. Говорит, И он говорит, приславен он, то есть, Ибн Кудама говорит, то, что Всевышний Аллах заговорит с верующими в судный день, или в раю так, и верующие заговорят со Всевышним Аллахом. И до вот этого в хадисе то, что пророк саляму сказал, Якуль Аллаху ли Ахлиль Джанна скажет Всевышний Аллах обитателям рая, Я Ахлиль Джанна о обитателе рая, и тогда ответит обитатель рая, Мы перед тобой наш Господь и рады тебе служить. Аль-Хадис Мутафа Кунали этот хадис приходит у имама Бухари и Муслима. То есть, из этого хадиса что ты берешь? Что Всевышний заговорит с обитателем рая в раю, так или нет? То есть, скажет, Я Ахлиль Джанна о обитателе рая. Что такое о? О обитателе рая, это что такое? Это взывание, так или нет? Это взывание. А взывание не бывает, кроме как буквами и звуками. И в этом довод на то, что обитатели рая также заговорят со Всевышним Аллахом в раю и скажут, Вот мы перед тобой наш Господь, и мы рады тебе служить. Дальше слова имама имена Кудама аль-Макдиси и Всевышний позволит верующим в раю, чтобы они посещали его. То есть, чтобы верующие посещали Всевышнего Аллаха. Говорит шейх ибн Афаймин лихадиса Абу-Гурайра. И основывается в этом имам имена Кудама аль-Макдиси на хадис Абу-Гурайры. А на небе то, что пророк сказал, когда обитатели рая войдут в рай, то каждый займет то место, которое соответствует его деяниям. То есть, если у человека было деяний добрых больше, чем у второго, то он займет место выше, чем второй. Говорит Затем будет разрешено им, то есть, кому? Обитателям рая посетить Всевышнего Аллаха, то есть, их Господа такой отрезок времени, который равен пятнице, то есть, равен отрезку времени пятницы, как у нас здесь в Дуне. То есть, если мы говорим, что день пятницы сколько-то, столько-то часов, то будет даваться такой отрезок обитателям рая, чтобы они посещали Всевышнего Аллаха в раю. Аль-Хадис Раваху Ибн Маджа в Аль-Тирмизи Говорит Шейх Ибн Афаймин, этот хадис передает Ибн Маджа, а также Имам Аль-Тирмизи И сказал Имам Аль-Тирмизи Гариб, то есть, странный, редкий хадис И Шейх Аль-Альбани назвал этот хадис слабым. И действительно, хадис о том, что верующие будут посещать Всевышнего Аллаха является слабым, является слабым, неустановленным, недостоверным. Исходя из этого, неправильным является иметь убеждение о том, что верующие в раю будут посещать Всевышнего Аллаха. Понятно ли нет? Это неустановлено достоверным доводом. И здесь у себя напишите, то что если Имам Аль-Тирмизи говорит Гариб, Гариб, он имеет в виду Даиф. Если просто Имам Аль-Тирмизи говорит просто слово Гариб, не прибавляя к этому ни Хаса, ни Сахих, ни других каких-то выражений, просто говорит Гариб, имеет в виду Даиф. Вообще, то есть в своем сборнике. Вот теперь узнал. Дальше. Если говорит Аз-Зайляи, то есть Имам Аз-Зайляи, кто такой Аз-Зайляи? Один из ханафитов, который написал книгу Наз-Бр-Рая. Если он в своем сборнике говорит Гариб, имеется в виду Ла Аслала, то есть у этого хадиса нет основы. То есть вообще нет у него есть надо, нет никакой основы, к которой можно было возвратиться и проверить достоверность. Если Ибну Кассир говорит Гариб, что он имеет в виду? Если Ибну Кассир говорит Гариб, тоже имеет в виду слабый, тоже имеет в виду, что хадис слабый. И что касается вот этого хадиса Абу Гурейры, который приводит Ибну Маджи и Имама Тирмизи, в котором говорится, что верующие будут посещать Всевышнего Аллаха такой отрезок времени, который равен отрезку времени пятницы в Дунии. Это хадис, как мы сказали, слабый. Почему? В его истнаде человек по имени Абдул-Хамид Ибн Хабиб Запишите у себя. Абдул-Хамид Ибн Хабиб Ибн Абиль Ашрин Ибн Абиль Ашрин То есть один человек у него была Акуня какая? Абуль Ашрин Отец 20 Отец 20 Так? То есть его внук Абдул-Хамид Ибн Хабиб Ибн Абиль Ашрин передавал этот хадис И он является слабым. Этот передатчик является слабым и хадис не установлен достоверно. Дальше говорит шейх Ибн Асамин Ва каулиху Ва каули Ибн Амасуд Что касается слов Ибн Акудама Аль Макдиси где он говорит Сказал Ибн Амасуд Когда Всевышний говорит откровением слышит его голос жителей небес Говорит Ибн Абиль Акудама Ибн Амасуд передает это от пророка. Говорит шейх ибн Асаймин, Асар ибн Асад, лам аджидуу бигазал лаву. Что касается этого Асара от ибн Асада, то я не нашел его этим словом. Вазакар ибн Ахузаима турукагу фи китаби тулхид. И имам ибн Ахузаима упомянул его иснады, то есть все иснады этого сообщения и все его слова, так этого сообщения где? В своей книге китаба тулхид. Би альфазин минха. Различными словами. Из них такие слова. Услышат небеса, услышат жители небес. Пусть то, как Всевышний говорит откровением, они слышат звук, подобный какому звуку? Подобный звуку ударения. Железо о камень. Железо о камень. Говорит, а что касается того, что передает от пророка, то это со слов науаз ибн Самана марфуан, от пророка, что он сказал. Иза арада Аллаха аньюхи би амрихи такаляма билвахи. Если Всевышний Аллах хочет внушить какое-то откровение, то есть или издать какой-то приказ, такаляма билвахи, то он разговаривает откровением. Фаидатакаляма ахадати самуат минху раджиха. И если Всевышний Аллах говорит откровением, то все жители небес попадают от этого в дрожь. Аукада рада шадида. Или сильный страх, или сильный ужас. Минху филла. Это от страха Всевышнего Аллаха. Фаидатакаляма ахадати самуат сухику. И когда услышат жители небес слова Всевышнего Аллаха, они что? Сухику. То есть падают без чувств. Падают без чувств. Аль-хадис раллаху ибн Хузаима и ибн Абихатим. Этот хадис передает ибн Хузаима и ибн Абихатим. И этот хадис является достоверным. То есть у него есть несколько путей передачи, посредством которых, то есть в их совокупности, хадис становится достоверным. Фаидат. Исходя из этого, мы утверждаем то, что Всевышний Аллах, когда хочет отдать какой-то приказ, говорит откровением, так что его слова слышат. Обитатель небес. Так что его слова слышат. Обитатель небес. Так что этот звук подобен звуку железа о камень. После чего падают без чувств от страха перед Аллахом. Субханаху ибн Абхази. Субханаху ибн Абхази. Продолжение следует... Продолжение следует...